открытый диалог с александром непомнящим наш эфир продолжает очередная встреча с александром непомнящим здравствуйте александр добрый день давайте начнем вот с чего ну как бы сразу несколько тем обозначим но во первых вот эта интересная ситуация по поводу путина про то как путин в шестнадцатом году предотвратил последний удар обама в спину израилю а потом сегодня уже говорили упоминали о том как действует американский еврей как действует организация американских евреев и о перспективах поддержки демократической партии как вот наметим такой план на первый час нашей программы давайте действительно потому что является одной той же действительно вот буквально пару дней назад газета израиля йом израильская газета которая принадлежит к слову эдерсону известному стороннику и донору спонсору дональда трампа американскому богатому еврею так вот израильская газета израиля йома публиковал очень интересный материал журналист ариэля каханы в котором он рассказал что глава правительства израиля бенюмина таниал на закрытой встрече которая не предназначалась для цитирования но в израиле знаете в общем то что не предназначается для цитирования очень быстро попадает в прессу тоже рассказал что в 2016 году по просьбе президента по его просьбе президент россии во время путин предотвратил создание палестинского государства да да вы не ослышались что же там было мы помним прекрасно эту ситуацию мы тогда тоже с вами встречались в программе это был декабрь 16 года по сути дела трамп уже был избран и обама уходил но у него еще оставалось время чтобы как бы максимально навредить напакостить своим врагам и одним из его врагов как мы помним был израиль и вот совет безопасности он принял тогда резолюцию номер два три три четыре которая объявляла незаконными все израильские все еврейские поселения еврейские населенные пункты в иудеи сомали то есть все после еврейские поселки и города которые были построены на земных освобожденных в шестидневной войне включая квартал иерусалима огромный портал то есть по сути дела порядка полумиллиона израильтян объявлялись жителями купированных палестинских территорий и эта резолюция была инициирована с сенегалом малайзии венесуэлой и новой зеландии ну за исключением новой зеландии как бы все страны однако одном к одной сенегал малайзии венесуэлла просто светочи демократии и либерализма и всего остального и уже тогда израильтяне намекали что за этой резолюции стоит на самом деле барак обама но барак обама как бы был ни при чем это было были четыре другие страны не америка но когда это предложение было вынесено на обсуждение и кто-то еще питая какие-то иллюзии ожидал что америка конечно же такую подлую несправедливую по отношению к израилю нечестную резолюцию заблокирует поскольку америка является одной из пяти стран у которых есть это то сша не заблокировали не поддержали но и воздержались и таким образом эта резолюция была принята и все населенные пункты евреев на голландских высотах в большом иерусалиме и конечно же в иуде и сомалии они все были объявлены незаконно не то что это кого-то что-то изменило но ощущение было очень неприятно так вот оказывается на самом деле барак обама съезд своей командой лихой он не собирался на этом останавливаться за считанные недели уже до инаугурации дональда трампа он пытался инициировать резолюцию совета безопасности он которая поддержала бы провозглашение государства пластилина палестина причем не просто так а в границах как бы сорок восьмого года то есть на самом деле тут не очень понятно в новостях как бы расплывчатая эта информация подается не очень понятно что имеется ввиду имеются ли ввиду границы как бы все то что играет освободившись и дневной войне как бы должно было стать государством палестина по резолюции совета безопасности он я напомню резолюция совета безопасности он она обязательно к выполнению членами он то есть если совет безопасности он принимает решение что видели они должны пойти убьется утонуть в море то теоретически израиль либо должен уйти из оон либо должен выполнить в томе так вот и разně такая должна должна утверждала что необходимо создать600 создать государство Палестина в границах. И тут непонятно, то ли во всех областях, освобождённых Израилем в шестидневной войне, включая старый город, конечно, храмовую гору, то ли вообще в границах 1948 года. То есть, ведь по решению в своё время Израиль вообще получал даже меньше, чем то, что он имел между 1948 и 1967. Например, город Ашкелон или огромные куски на севере страны и части Негева, это всё не было частью государства Израиль по решению ООН. Просто Израиль воевал с арабами и эти территории в 1948 году захватил. Так вот, непонятно, имелись ли в виду вообще те границы. Но так или иначе, в общем, ситуация была очень-очень серьезная и очень неприятная. По сути дела, Обама в последние недели перед инаугурацией Трампа пытался протащить лишение Совета Безопасности, обязательное к выполнению членами ООН, о том, чтобы Израиль должен уйти со всех областей. И, судя по всему, речь идет именно о властях, освобожденной в шестидневную войну, то есть и Голландские высоты, и Удия, и Самария, и Храмовая гора, Старый Иерусалим, окрестности Иерусалима. И там должно быть создано государство Палестин. И вот в этой ситуации Метаньял обращается к Путину и добивается в итоге того, что Путин передает по своим каналам Обаме, что если эта резолюция будет вынесена на Совет Безопасности ООН, опять как какая-нибудь там Малайзия, Венесуэла, Новой Зеландии, Сенегал принесут эту бумажку, то Россия наложит вето. И когда Обама слышит от Путина, что Россия наложит вето, он понимает, что ему придется отступить, как злобная змея отползает. Потому что в этот момент выглядело бы все это в глазах даже самых наивных демократов, но все еще немножко сторонников Израиля, это выглядело бы то, что Россия, которая традиционно считалась как антиизраильским государством, с антиизраильской враждебной Израилью политикой, защищает Израиль больше, чем Обама, про которого все пели Асану, что он великий защитник и друг Израиля. И Обама отступил. Эта резолюция не была принята, она вообще как бы не поднялась на обсуждение. И в итоге таким вот удивительным образом Израиль избежал крайне опасной ситуации, которой понятно, что Израиль бы, наверное, наплевал бы на эту резолюцию. Может быть, дело дошло бы до того, что Израиль ушел бы из ООН. Может быть, этого и добивался Обама. То есть Обама понимал, что Израиль не будет готов, особенно при Натаниэла, добровольно устроить себе харакиви. Но это бы нанесло огромный удар по репутации Израиля, вынудило бы его потерять позиции в международных организациях и прочее, прочее, прочее. И вот Путин это все предотвратил. Вопрос действительно, почему вообще Путин пошел на это? Простой ответ, конечно, потому что Путин, про него можно сказать очень много разных вещей. Но то, что про него идёт точно совершенно можно сказать, это то, что он не продолжает советскую политику автоматической враждебности Израиля. У Советского Союза была программа, начиная еще с конца 60-х, со второй половины 60-х годов прошлого века. Ее разрабатывали в свое время небезызвестные Андроповы, тогда он разглавлял КТБ. И, по сути дела, именно Советский Союз был папой и мамой всего этого палестинского движения, всех этих демократических фронтов освобождения Палестины и прочего, 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 всех этих террористов. Он их накачивал деньгами. Они их обучали, они создали. Они, по сути дела, взяли буржуа из Каира, привезли его в Москву, и через некоторое время там на свет появился великий отец палестинского народа Ясер Арафат, который вдруг превратился в житель, в уроженца Палестины, палестинского араба и прочее, прочее, прочее. Он не был таким. Он был египтянином. Он был марксистом-египтянином, которого, так сказать, устроили на эту работу. Но это была программа Советского Союза. У нынешней России какие бы, так сказать, претензии к ней не высказывать, какую бы критику в их адрес не говорили, но этого Путин автоматически не продолжает. Можно копнуть немножко дальше и сказать так. Если бы Путин не поддержал, то есть он бы не наложил вето, то это России ничего бы не дало, потому что в ситуации, когда Обама так сильно против Израиля, то, конечно, арабы предпочтут поддерживать его, и Россия все равно с этого ничего иметь не будет. То есть даже с точки зрения прагматической Россия бы не выиграла от того, что подыграла бы Обаме. А так, в общем, как бы возникла ситуация, при которой Натаньял остался должен. Ну и, конечно, безусловно, был момент, так сказать, устроить подножку американскому президенту, неважно, что это Обама, неважно по какой теме, но шпильку Обаме. Думаю, что российского президента это тоже очень позабавило. Но здесь, безусловно, мы видим политический гений Натаньял, который в этой ситуации нашел, выкрутился. То есть, казалось бы, когда уже со всех сторон приезжали, то есть Америка, по сути дела, единственный и главный защитник Израиля на международной политической арене, и он играет против нас, и вот тут вдруг, как чертик из табакерки, выскакивает контакт Натаньялу, который он выстраивал годами с Путиным, и Путин в этот момент сыграл на спасение Израиля. И надо понимать точно, что Путин не является другом Израиля, но в то же время он не является автоматическим врагом. А вот Обама, он был реально враждебен Израилю, и он остаётся реально враждебным Израилю. И вопрос здесь, конечно, ещё один очень интересный вопрос во всей этой истории. Почему это всплыло сейчас? Очевидно совершенно, когда Натаньял на закрытой встрече не так давно сообщал, то есть когда-то ещё давным-давно Натаньял намекнул. Он сказал, была такая ситуация, и Обама хотел нас полностью практически раздавить через ООН, но глава одной крупной сверхдержавы со правом вето, мы не будем говорить, кто хотя это был слонён, нам помог. И больше ничего тогда не сказал. Прошло время, и вот недавно Натаньял, как бы невзначай, рассказывает нам, рассказывает не нам, рассказывает на закрытой встрече, прекрасно понимая, что с таких закрытых встреч не пройдёт и получас, как это просочится журналистам, это всё выйдет наружу, и всё это станет известно. И тут уже, конечно, какие-то документы в Америке рассекречиваются, мы уже знаем, что рассекречен разговор Майка Флина с послом России в США, который, по сути дела, косвенно подтверждает всю эту ситуацию. Так вот, почему сейчас? И здесь у меня есть некоторые объяснения, но я начну чуть-чуть издалека. До 2000-х годов поддержка Израиля со стороны США была почти единодушной. И это, в общем, был некий консенсус в американской политике. Когда израильские политики прибывали в Вашингтон, то их радушно принимали конгрессмены как демократические, так и республиканские. Но сегодня, например, ситуация изменилась полностью. В общем-то, со времён вот тех самых ужасных атак 11 сентября 2001 года с одной стороны поддержка Израиля республиканцами очень сильно, ошеломительно возросла, достигла почти невероятных масштабов, почти консенсуса внутри партии республиканской. А вот у демократов произошёл буквально противоположный процесс. И рожденные Израилю силы из крайне левых исламийских кругов они очень сильно укрепились внутри демократической партии, по сути дела, стали самыми влиятельными её активистами. В свою очередь, спонсоры, которые представляют наиболее радикальные левые круги в Америке, они сумели построить такие экономические структуры, может быть, мы как-нибудь даже поговорим об этом более подробно, которые позволили превратить радикальных левых едва ли не в самых значимых спонсоров демократической партии. И теперь такие пожертвования, как пожертвования, например, доноров Эйпа, которые всегда имели большое влияние, это было официальное, американское, произраильское, еврейское лобби с большими деньгами, и конгрессмены понимали, что если ты идёшь против евреев или против Израиля, ты не получишь этих денег. Так вот сейчас пожертвования доноров Эйпак, они уже не в состоянии конкурировать с этими новыми левыми источниками. А эти левые источники обуславливают свою поддержку как раз ровно наоборот, вещами ровно противоположными, то есть принятием откровенных антиизраильских позиций. По многих отношениях именно эти активисты, эти структуры, эти средства как раз и привели в своё время, в 2008 году, к успеху Барака Обамы. И он, в свою очередь, внёс сам огромный вклад в укрепление этих новых игроков с одной стороны и в дальнейшее вырождение всех традиционных партийных механизмов внутри Демократической партии, которые являлись опорой для умеренных политиков внутри Демпартии в другой. То есть, с одной стороны, его вознесли вот эти левые радикальные круги, он же их укрепил уже изнутри партии, став главой и президентом США, а с другой стороны, те структуры, которые, в общем, поддерживали умеренное крыло Демпартии, которые, по сути дела, мы помним, когда-то ещё были такие времена, когда демократы не так сильно отличались от республиканцев, и, в общем-то, были люди, которые переходили туда-сюда в зависимости от коннотации, от ситуации, и это было понятно, потому что, в общем-то, он оставался при своих взглядах, просто находил себе другую команду. Так вот, люди, которые получали поддержку такого типа, они стали постепенно терять эту поддержку, для того, чтобы быть внутри Демпартии, надо становилось с каждым годом, нужно было быть всё более и более прогрессистым, всё более и более радикально левым, если говорить своим языком, всё более антиизраильским, всё более антиизраильским, и вот буквально в марте эти самые новые левые структуры и активисты свалили последнего конгрессмена-демократа, который выступал против абортов. Это Дэн Липинский из штата Иллинойс, вы, конечно, его знаете, наверное, даже лучше, чем я. На предварительных выборах внутри партии он противостоял прогрессистской кандидатке, то есть крайней левой, и кандидату палестинскому арабу, тоже достаточно левому, и они оба резко атаковали Липинского за произраильские позиции, то есть внутри демократической партии фактически претензией к Липинскому было то, что он слишком произраильский. Это плохо в демократической партии сегодня, это плохо быть таким откровенно произраильским. И в итоге победила прогрессистка, и денег у него в избирательном бюджете было в три раза больше, чем у Липинского, то есть когда-то можно было подумать, что Липинский, за ним стоят евреи, у него есть много денег, ничего подобного. У него было в три раза меньше денег, чем у победительницы прогрессистки. А евреи из числа сторонников демпартии со своей стороны отказывались поддерживать Спинского. Почему? За то, что он за Израиль, это, наверное, им не мешало, наоборот, они были рады, что он за Израиль, но он же выступает против абортов, он же выступает против одноборных браков, и этот человек, последний, фактически умеренный политик внутри демпартии, конгрессмен, он перестал быть таковым. Если я не ошибаюсь, у него очень давняя, на самом деле, он ветеран политики американский, отец его был в своё время конгрессменом, всё это теперь никому не интересно. Результатом выхолощивания умеренных демократов из властных позиций внутри демпартии стало то, что следующему президенту демократа, если не дай бог такое случится, а понятно, что он случится рано или поздно, ему уже не придётся иметь дело с внутренней оппозицией, когда он начнёт занимать антиизраильскую позицию. То есть, выступал с откровенно открытыми антиизраильскими какими-то действиями, всё-таки внутри его партии ещё были люди, которые ему говорили, нет, так нельзя, это не наша позиция, у нас исторически, мы поддерживаем Израиль, мы зависим от евреев в Америке, мы не хотим выглядеть антисемитами и выступать с антиизраильской политикой. Нет, нам это не подходит. Сегодня такой оппозиции у лидера демократов уже нет и не будет. Напротив, если такой демократ, будь став президентом, попытается занять дружественную израильную позицию, то он станет объектом атак и нападок как внутри своей партии, со стороны избирателей, со стороны своих спонсоров. И вот конкретный пример. В прошлую пятницу посол Объединенных Арабских Эмиратов США Юсуф Атиба опубликовал в израильской газете «Идиот охрану» статью, в которой очень завуалировано, но тем не менее очень четко намекнул с угрозой, что если Израиль существует таки план суверенитета в Иудее и Самарии, то это полностью прервет, поломает, разрушит нормализацию его отношений с сунитскими арабскими государствами. Конечно, средства массовой информации прогрессивные, демократические в Израиле и в Америке вытащили на первый план. Вот, мол, что говорит посол Объединенных Арабских Эмиратов, который считается самым чуть ли там ненормальным и дружественным Израилю арабским государством, вот что он говорит, вы только посмейте сделать суверенитет, все, вам порвете все свои отношения с арабым, вы этого хотите. И тут оказывается, что инициатором этого выступления посла Объединенных Арабских Эмиратов США против израильского решения будущего распространить суверенитет был никто иной, как израильский миллиардер Хаим Сабан. Он уже много лет живет в США и он является одним из крупнейших доноров демократической партии. Хаим Сабан израильский миллиардер. Он подговаривает посла Объединенных Арабских Эмиратов в США, чтобы тот надавил на израильское правительство, чтобы те не вздумали осуществлять суверенитет. Мы об этом послее, об этой ситуации поговорим во второй половине, но я сейчас хочу закончить очень важный момент. Хаим Сабан на самом деле, при том, что он один из главных спонсоров демократической партии, он всегда был известен, по крайней мере, раньше, как сторонник Израиля. Ведь он является также крупнейшим донором организации «Друзья израильской армии». И он был очень серьезным донором Эйпа. А в 2010 году, вот в разгар всей такой обамовской политики антиизраильского, он выступал против враждебного отношения администрации Обамы к Израилю. И он даже сказал так, они настолько левые, говорил Сабан, в безумлении, что между ними и стенкой действительно не осталось например, Сабан вообще верил в совместную борьбу против антисемитизма и за Израиль даже вместе с правами. Они даже с Шелдоном Эдельсоном, тем, который владелец «Айом» газеты, который один из главных, важных очень спонсоров Трампа, они вместе организовали «Израильско-американский совет», такую как бы общественную организацию израильтян, живущих в США, чтобы отозвучивать позицию за Израиль, против антисемитизма, ну как бы такая, казалось бы, надполитическая тема. Но что случилось с Сабаном с тех пор? Что случилось с человеком, который до недавнего времени был еще таким произраильским, и вдруг сейчас он плетет вот эти интриги, подговаривает арабов, чтобы они выступали против суверенитета? Как и почему он решил использовать этого самого посла, чтобы повредить суверенитету и давить на Натаньяу, то есть, по сути дела, давить на Трампа и как бы портить, попытаться подорвать сделку века? Дело в том, что то, что произошло в Демократической партии, это на самом деле очень хорошая иллюстрация. То, что произошло в Демократической партии, это то, что Обама сейчас, который еще недавно воспринимался как едва ли не самый левый внутри своей партии, он уже, как бы, Сабан говорил, что они дошли до стенки, так вот они взорвали эту стенку и оказались уже с той стороны. И позиция Обамы, она уже не просто радикальная, нет, нет, она мейнстрим Демократической партии. Он еще достаточно умеренный в своем отношении к Израилю по сравнению с теми, кто сегодня там заправляет и строит идеологию, уют идеологию. И очень важно, как в тот момент, когда мы понимаем, что именно Обама сейчас является как бы в центре, в мейнстриме Демократической партии, очень важно понять, насколько эта позиция радикальна. И вот мы вспоминаем эту историю с 2016 годом, тем, как за несколько недель до того, как произошла инаугурация президента Трампа, инаугурация, Обама пытался нанести колоссальнейший урон Израилю в такой мере, что, в общем, даже Путин оказался более большим другом Израиля, чем Америка. И вот эта вот ситуация, тот факт, что Обама со своей крайней ливизной, он стал сегодня центральной позицией в Демократической партии, это очень сильно влияет и на готовность евреев внутри Демократической партии бороться за Израиль и против антисемитизма. То есть теперь, фактически, они уже, они должны выбирать или делать то, что раньше они делали и в то, что верили, или оставаться с Демократической партией. И вот не случайно всего несколько месяцев спустя после того, как вот этот самый Хаим Сабан организовал такую еврейскую организацию студенческую Маковеев кампус. То есть понятно совершенно Маковеев кампус и идея, чтобы еврейские студенты и сторонники Израиля защищали позиции Израиля в кампусах. Мы знаем, что там творится, там Хамас, там братья-мусульмане, там совершенно чёрная, откровенная, страшная пропаганда против Израиля. И чтобы они выступали, потому что ведь Америка это же разные мнения, это плюрализм. И для человека, который является израильским миллиардером. Сказалось бы, само собой естественно, он вроде бы пошёл на создание такой организации, и он вроде уже был вместе с Эдельсоном участником в создании израильско-американского совета, и он отменил своё участие в обеих организациях. Всё, он не хочет больше этим заниматься. Эдельсон остался, Сабан этого не хочет. И совсем недавно Эйпа, Эйпа, которая казалась бы как бы тоже классическая организация произраильская, еврейская, американская, она опубликовала своё письмо конгрессменам, в котором она говорит так, вы знаете, вы можете спокойно быть против израильского суверенитета, это не повлияет на нашу поддержку вас. И это вот, это тоже очень-очень важный момент, который тоже очень чётко нужно понимать. До сих пор, вот с тех пор, как Эйпа был создан, и до последнего времени, Эйпок всегда староимился, чтобы он поддерживал политику всех израильских правительств. Если израильское правительство было левым, его поддерживал Эйпок. Если оно было правым, его поддерживал Эйпок и как бы защищал его позицию перед американскими политиками, потому что в этом он видел свою позицию. Окей, израильтяне выбрали себе такое правительство, значит, мы его будем поддерживать и помогать им договариваться с нашим правительством американским. Более того, даже в эпоху Осло когда руководителям Эйпока нужно было либо поддерживать политику Израиля, уступок, политику, которая для многих тогдашних лидеров Эйпок была совершенно неприемлемой, они не выступали с критикой Рабина и Беллиса, нет, они просто ушли в отставку, потому что им казалось невозможным, чтобы Эйпок не поддержал Израиль, даже если Израиль делает такие странные, с их точки зрения, вещи. И вот как всё поменялось. Сегодня Эйпоку гораздо важнее заботиться о желаниях демократов, чем убеждать их в том, чтобы они поддерживали политику Израиля. И в этом смысле Эйпок стал ещё одной либеральной группой, а не той надёжной силой поддержки Израиля и евреев, какой он был всегда. И вот мы видим сейчас готовность демократов, евреев, произраильских, в прошлом, по крайней мере, таких как Сабан или как Эйпок, сейчас пытаться подорвать политику Израиля в отношении суверенитета, свидетельствует о том, насколько тяжело положение американских евреев внутри демократической партии на фоне вот этой бешеной враждебности к Израилю и бешеной радикализации. По сути дела, у евреев в демократической партии осталось сейчас четыре варианта. Первый вариант — они могут противостоять ситуации, действовать против политики партии и как бы переходить на сторону республиканцев, но по всем опросам мы видим, что этого не происходит. Второй вариант — евреи могут проигнорировать политическую ситуацию международной, сосредоточиться на продвижении своих еврейских интересов, то есть поддержка Израиля, борьба с антисемитизмом, без учета позиций своей партии. Вот Сабан пытался это сделать, и мы видим, что он отказался от этих инициатив, потому что плыть против течения внутри демократической партии он не может. Он понимает, что либо он будет защищать Израиль и продвигать еврейские интересы, но тогда он полностью потеряет свои позиции в демпартии, либо он должен отказаться от этого. Третий вариант — это принять враждебность партии, то есть попытаться сохранить себя, свои позиции внутри демократической партии, но при этом быть участником вот этого лая антисемитского, всё более и более откровенно антисемитского и антиизраильского, который наращивает демократическая партия. Вот только на самом деле такие люди сейчас в демпартии уже не нужны, потому что у демпартии есть свой джей-стрит, есть движение реформистов, которые откровенно выступают против Израиля и откровенно проявляют враждебность. И вот таких вот как бы половинчатых людей типа Сабана им уже больше не нужно просто. И четвёртый вариант — это вот модель такая пассивно-агрессивной позиции Айпака, который выступает против плана Трампа и даже подначивает немножко, как Сабан подначил Юсуфа Атиба, посла у Объединённых Арабских Эмиратов в США, чтобы угрожать Натаниял. И как бы, видите, это вот как у Алисы в своё время было сказано. Помните герцогиня или кто-то там, чёрная королева или белая королева, говорила Алисе? У нас, чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать. Чтобы Сабану сохранить свои позиции своей партии демократической, ему придётся либо быть очень активным, так сказать, пионером и первым учеником, самым активным оклемителем, очернителем Израиля. Либо участвовать в этом как-то пассивно. То есть где-то сбоку там ругать Трампа, ругать Израиля. Но, как я уже сказал, это им не поможет, потому что такие уже больше не нужны. У них есть свои джей-стриты, у них есть свои откровенные, оголтевые ненавистники Израиля. И Сабан, который может ещё и качнуться в другую сторону, им просто не нужен. И в этом контексте, закругляясь, я хочу сказать, что, по сути дела, у Израиля нет таких альтернатив. В отличие от американских евреев, у Израиля осталась только одна альтернатива — продвигать свои интересы без страха. И та единственная платформа в Америке, на которой Израиль ещё может как-то играть, — это арена, это единственная арена, это республиканская партия. То есть в демократической партии Израилю больше нечего искать вообще от слова «совсем». Всё равно, что пытаться договариваться с братьями-мусульманами. Это бессмысленно. Нам нужно работать с республиканской партией. И вот сейчас я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Почему именно сейчас Натаньял элегантно вытащил на свет, как бы сам ни рассказал, он рассказал в закрытом кругу, но об этом стало всем известно про историю про Путина, Израиль и Обаму. Я думаю, что это была попытка так очень тонко напомнить американским евреям, что представляет из себя демократический президент. И это ещё не худший вариант, потому что то, каким был Обама в 16-м году, это его откровенная враждебность Израилю, это, по сути дела, очень мягкие, очень лёгкие цветочки, ягодки — это те люди, которые сегодня возглавляют, рулят демократической партией, которые принесут такие решения в отношении Израиля, что Обама покажется нам бессионистам и сторонникам и борцам за интересы Израиля. И вот попытка вразумить американских избирателей, тех, которые всё-таки сохранили какие-то сентименты к еврейскому государству, с этим, я думаю, Натаньял и вытащил элегантно через утечки, через СМИ историю про то, что даже Путин был большим другом Израиля, чем Обама. Не дай Бог, кто-нибудь из тех, кто сегодня наследовал у Обамы демпартию, да и добьётся друг власть. Сергей, я думаю, нам будет какой-то перерыв здесь. Да, в этом месте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернёмся продолжим. Были попытки дозвониться, но, пожалуйста, после перерыва, после рекламы, вы можете позвонить, задать вопрос, и Александр постарается на него ответить. Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, господин Непомнящий, зачем Израилю нужно вваливаться в борьбу между евреями, которые борются за республиканскую партию или демократическую, когда можно заняться значительно лучшим вопросом. Наверное, именно поэтому Израиль ввязывается отчасти в эту борьбу. Я повторюсь, главный посыл своего долгого выступления в первой половине. Израиль приходит к выводу, что попытка договариваться с демократической партией, это всё равно, что попытка договариваться, я не знаю, с Кесиром Арафатом, с Муаммаром Каддафи. Даже нет, Муаммар Каддафи всё-таки был вменяемый человек. С братьями-мусульманами и другими, с Ираном, с ненавистниками Израиля, с закоренелыми, по сравнению с которыми прагматичный Путин со всеми своими бандитскими заморочками, он человек, с которым можно договориться, а с демократами американскими нет. Поэтому единственное поле нашего общения с Америкой остаётся только на республиканской арене. Что же касается заняться освобождением земли, именно так. Но мы не можем это делать противостоявскому миру. Нам нужна поддержка политическая, защита и опора на союзника. Таким союзником для нас является США, но там мы можем говорить только с республиканцами. Поэтому сегодня Израилю важно помогать и поддерживать республиканцев, потому что только так, и это одно из направлений, когда мы сможем освобождать и заниматься, возвращать себе нашу землю, укреплять свои позиции. И ещё один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Скажите, по вашему мнению, Александр, мотивы действий, поведения этого миллиардера, о котором вы говорили, это политика или это финансы, экономика, или это какие-то внутричеловеческие мотивы, может быть, у него есть. Вот что вы можете сказать? Я думаю, что это всё вместе. Представьте себе, помните, как евреи вели себя на партсобраниях в сталинские времена, когда их товарищи объявляли врагом народа, его к расстрельной статье приговаривали этим народным собранием. И он должен был кричать вместе со всеми и быть первым, потому что если он не будет кричать, его туда же отправят, он станет следующим. Они всё равно становились следующими. Но в попытке защитить, спасти себя, эти люди становились главными обвинителями своих недавних, ещё вчерашних друзей. Это обычные человеческие качества. Хайм Сабан — миллиардер. Но его миллиарды завязаны, я полагаю, в огромное количество бизнесов, которые очень плотно пересекаются с политикой, с решениями правительства, с решениями мэров. И он привык быть частью демократического истеблишмента. Если он сейчас откажет от этого, то он потеряет. Может быть, я не знаю, как много он потеряет, я не знаю, за что он воюет. Но для него, наверное, это непросто. И он должен выбирать сейчас или продолжать оставаться с демократами, и тогда всё громче и громче клеймить Израиль, или же вспомнить о том, что он всё-таки еврей, израильтянин. Но тогда куда ему идти с его масштабами? Он же не может подвинуть Эдельсона. Значит, ему нужно полностью перестраивать себя. Вот сейчас мы говорим о десятках тысяч евреев, которые едут в Израиль, возвращаются в Израиль, совершают алию из стран Запада, не только из стран постсоветского пространства. Десятки тысяч человек, люди поменьше, чем Сабан, они говорят, окей, значит, не пошло здесь. Значит, я не готов быть частью Джей-стрит или реформистского движения, которое клеймит Израиль, называет Израиль российским государством. Если не могу так жить, так я возвращаюсь в Израиль. Но, видимо, для Хайма Сабана всё гораздо сложнее. Спасибо. А теперь, если можно, о заявлении МИДа Объединённых Арабских Эмиратов. В продолжение того, что я говорил, действительно, ведь было сначала эта почти незавуалированная угроза посла Объединённых Арабских Эмиратов в Соединённых Штатах Америки, Израилю. Мол, типа, не смейте думать о суверенитете, иначе мы проявлём нормализацию. При этом паристинские арабы в своих стетях, они всё равно прокляли и обругали этого самого посла, потому что за саму мысль о нормализации они, как обычно, выплеснули, как говорят христиане, ребёнка с водой. Но затем произошла очень интересная вещь, очень интересная, Сергей. Затем глава Министерства Иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов, Ануар Каркаш, то есть мы говорили «посол» в Соединённых Штатах, а это глава всего МИДа, то есть человек гораздо более высокого ранга, он заявил на конференции в США перед американскими евреями, что его страна без проблем сотрудничает с Израилем в самых разных технологических областях и в борьбе с короной, несмотря на политические разногласия между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Израилем. Это было очень важное заявление, которое фактически устранило эту вежливую угрозу посла. Прозвучавшую за несколько дней до этого. То есть понятно, что для Объединённых Арабских Эмиратов интересы сотрудничества с Израилем гораздо важнее и сильнее, чем те слова, которые требуются говорить во имя пластилинских арабов. И Ануар Каркаш, вот этот самый министр Иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов, он сделал очень важную вещь, он как бы сформулировал, произнёс формулу, по которой, я думаю, теперь все вменяемые арабы и будут работать дальше с Израилем. Он сказал так, у нас есть политические разногласия с Израилем, но это не значит, что мы не можем иметь отношения ни в какой другой области с этим государством. То есть на самом деле, это совершенно нормальная обычная ситуация. Есть огромное количество стран, у многих стран есть столкновение интересов. Это не значит, что они должны воевать наследие. Окей, в этом мы не сходимся, а в этом мы будем сотрудничать. Это нормальная часть международной политики. До сих пор у арабов это было чёрное или белое, всё или ничего. Или мы победим Израиль, уничтожим его, или никак. И вдруг оказалось, что можно посередине, можно не соглашаться с тем, что Израиль будет занимать области, земли, которые арабы считают своей землёй, но при этом сотрудничать в разных других вещах. И в этом ничего страшного нет. Для арабов это тектонический сдвиг в понимании. И этот сдвиг, я даже не удивлюсь, если произошла следующая ситуация. Хаим Сабан давил на посла в США. Посол, будучи всё-таки человеком подневольным, спросил, что ему делать у министра иностранных дел, то есть у своего непосредственного босса. Тот ему сказал, хорошо, хорошо, давай пиши, пиши, что там хочешь. А потом через несколько дней он приходит и говорит, да ладно, у нас есть политические разногласия, но при этом мы будем сотрудничать в других областях. Таким образом, Каркаш заложил, озвучил то, что они давно хотели сказать, то, что произносилось полунамёками, и мы в этом живём уже лет, наверное, пять-шесть, как минимум. Но теперь это прозвучало официально, и теперь вменяемые арабы говорят, так, окей, мы не согласны, мы не готовы признать, что Израиль может взять себе всю ту землю, которую мы тоже считаем своей. Но это не значит, что мы будем с ним воевать до посинения, до смерти. Мы будем сотрудничать в других областях. Великолепно. Ещё один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, добрый день. Скажите, пожалуйста, сейчас в Ливии идёт война, и маршал, как в Хафес, вроде надеется, что ему Израиль может чем-то помочь. В чём это будет выражаться помощь? Окей. На самом деле, действительно, в контексте вашего вопроса есть ещё очень важный момент, который я хотел бы сказать. Я начну с него, а потом и отвечу на ваш вопрос. Действительно, буквально на днях произошло следующее событие. Министр иностранных дел Иордании Аймансфаде как бы подскочил на короткий и необъявляемый ранее визит в Рамалу, к Абумазану, чтобы поддержать и выразить твёрдую поддержку против суверенитета. Окей, иорданский министр выступил в поддержку Абумазана против того, что Израиль собирается распространить суверенитет. Но тут внутри арабов тоже всё как бы не едино. И вот ливанский канал Альмидан, он слил информацию, что на самом деле подскочить-то министр иностранных дел Иордании в Рамалу должен был не один, а вместе с главой египетского МИДа. Египет всё-таки не Иордания. Иордания живёт, фактически кормится с руки у Израиля. Поэтому она там что-то такое бубнит, но Израиль даже не обращает внимания на это бубнение королька. Египет — страна огромная, большая, сильная, серьёзная. Израиль гораздо больше считается с Египтом. И заявление египетского МИДа против суверенитета прозвучало бы для Израиля более серьёзно, чем то, что там бубнит какой-то иорданец. Но египетский глава МИДа не приехал на эту встречу. Не приехал. Ему сказали, как же так? Арабское единство, то всё, палестинский народ. А он говорит, у нас есть вещи более важные. Какие более важные вещи? Объясняет он на Ливанском каналу Альмидан. Ну, во-первых, ситуация в Ливии. Сейчас мы до неё доходим. Потом у нас проблема с плотиной на Ниле, которая Эфиопия отгрохала и фактически высушила Нил. Мы об этом, может быть, даже поговорим как-нибудь подробнее. Эфиопия построили мощную плотину, которая перегородила Нил. Египту просто по-простому не будет хватать воды в Ниле. А вся жизнь Египта, экономическая и вообще жизнь завязана на Нил. Вот ещё есть сектор газа. Вот Эфиопия с плотиной, сектор газа и ситуация в Ливии, «Это для нас важно», сказал египетский МИД. А вот эта вот вся ерунда суверенитет, не суверенитет, вот Абумазан, Шмабумазан, пусть идут лесом. Так вот, возвращаясь теперь к Ливии. И, кстати, об этом ведь вам не расскажет ни израильское пресса, ни американское. И вас будут запугивать, что вот сейчас Израиль сделает суверенитет, и будет «Ой-ой-ой-ой». А на самом деле мы видим главу МИДа Объединённых Арабских Эмиратов, который говорит «Да ладно, делайте свой суверенитет, мы будем сотрудничать в других областях». И Египет, который говорит, у нас есть действительно серьёзные проблемы. Одной из серьёзных проблем является война в Ливии. Там расклад такой. За вот этого самого генерала Хафтара во-первых, играет Египет, во-вторых, ему помогает Россия, которая надеется, что если Хафтар победит, то Россия получит позиции в Ливии, вернёт себе те, которые были у Советского Союза. А против Хафтара играет Турция и Евросоюз. Нас уже не удивляет, что братья-мусульмане и Евросоюз, они с одной стороны, а Россия и вменяемые умеренные арабы, они с другой стороны. Америка, к сожалению, не очень чётко занимает позицию, скорее ближе к Евросоюзу, но не вмешивается в это дело. Теперь, что там может делать Израиль? Мы знаем, что Израиль уже много лет помогает Египту воевать с террором на Синае. То есть сначала говорилось так, да, египтяне провели великолепную операцию, уничтожили там энное количество террористов. А потом злые языки из всяких Ливанов сообщали, а вы знаете, вообще-то это были не египтяне, это были израильские беспилотники, которые прилетели, нашли этих террористов и всех забомбили. Вот, египтяне сначала скрывали, им было обидно, а потом сказали, да ладно, пусть говорят. И теперь уже все знают, что на Синае, по сути дела, египтяне говорят израильтянам, помогайте, израильтяне летят на военные израильские беспилотники, летят над египетской территорией, но они, конечно, не наносят никакого вреда египетской армии, они просто уничтожают террористов. И это одно из направлений, в котором Израиль помогает Египту, и поэтому Египет, конечно, не пришлет своего министра иностранных дел ругать Израиля и Брамалу, ему это не нужно, неинтересно. Я не удивлюсь, если окажется, что и в Ливии генерал Хафтаг получит египетскую помощь в лице беспилотников, которые будут летать и что-то делать. И это, конечно, были египетские беспилотники, безусловно. А то, что у них там какие-то, так сказать, значки шестиконечные нарисованы, ну, мало ли что, привиделось людям. Я ответил на ваш вопрос. Спасибо, Александр. А давайте-ка, что там происходит в Ромале? Что происходило? Кто там? Вот в Ромале как раз последнее самое интересное событие было в том, что туда притащился иорданский глава иорданского МИДа, и они вместе с Абумазанным на два голоса бубнили про то, как им не нравится суверенитет, какое-то ужасное и страшное. И оказалось, что там должен был быть еще третий голос, вот этот самый египтянин, который туда не приехал. Почему не приехал? Я вот только что сейчас вам рассказал. У нас еще остается буквально несколько минут об Иране, если можно. Да, очень интересно. Появилась статистика. Вот фактически экономический год в марте 19-го он начался, в марте 20-го закончился. Что у нас в Иране в свете санкций, которые Трамп навалил на иранский режим? Ну, про экспорт нефти мы уже говорили. Там он сократился на 90%. То, что осталось, составило 9 миллиардов долларов. Окей, 9 миллиардов долларов. На 9 миллиардов долларов Израиль умудрился все-таки нефть на продавание. 9 миллиардов долларов это, конечно, большая сумма, но для масштабов страны, огромной страны, такой как Иран, это вообще ничего. Это даже не залатать дырки в бюджете. И еще Иран напродавал на 41 миллиард долларов всякого разного другого товара, кроме нефти. И вот мы теперь смотрим, а кому он продавал? Кто у нас главные покупатели? Ну, на первом месте почти 10 миллиардов долларов. Это у нас Китай. Китай главный спаситель иранской экономики. На втором месте Ирак. Ирак как бы даже не то, чтобы спаситель иранской экономики, это просто подневольное государство, которое, по сути дела, Иран использует. И он туда продает, напродавал всяких товаров. Еще у нас есть Турция. Ой, Турция, мы же думали, что Турция, она как бы вместе с Заводом против Ирана. Нет, ребята, нет. Турция, которая является братьями-мусульманами, это политический ислам, это другая сторона политического ислама в Иране. Окей, Турция — это суниты, Иран — это шииты, но как бы общая позиция политического ислама, братья-мусульмане или аятолы в Тегеране, они друг друга понимают, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. И поэтому Турция на 5 миллиардов Ирану помогла. Но еще 4,5 миллиарда, надо признать, и Объединенные Арабские Эмираты. Что там? А там у нас в основном персидские ковры, продукты питания и всякая разная электротехника. Чего там, какую электротехнику они умудряются покупать в Иране, эти самые богатые ребята из ОАЕ. Трудно себе представить. Видимо, персидские ковры в основном. Ну и еще там на 2,5 миллиарда Афганистан на покупку. А еще продукты нефтехимической промышленности. Но что интересно, Иран является экспортером электроэнергии. Он продает электроэнергию, например, в Иран. Но при этом он начал импортировать электроэнергию из Туркменистана. Эту схему я вам объясню. Если у нас осталось буквально еще 20-30 секунд, я объясню вам. Иран продает электроэнергию и зарабатывает на этом деньги. Но он продает фактически электроэнергию свою собственную, ту, которая нужна его народу. И чтобы залатать эту дыру, хоть дыру хоть немножко, он покупает более дешевую электроэнергию из Туркменистана. А почему Туркменистан продает? Потому что в Туркменистане еще более несчастное, забитое население, чем в Иране. И там просто можно у людей банально забрать все, что есть, и отдать это все в Иран. Потому что это все следует в итоге в карманах каких-то туркменских. Туркменистан большие там всевозможные. Вот. Иран таким образом закрывает свою дыру, продает электроэнергию в Ирак и зарабатывает немножко денег на то, чтобы подкормить Хизбалу и прочие террористические организации. Но в целом мы видим, как санкции Трампа буквально за несколько лет, меньше, чем за четыре года, сделали то, что они могли добиться своими увещеваниями все европейские страны и, конечно, Обама с его миллиардными вливаниями в иранскую экономику. Иран сейчас, как бы он ни хорохорился, он фактически уже полностью подорванная экономика. И что бы он там не бубнил про то, что они строят ядерную бомбу, их военная машина, терроры по всему Ближнему Востоку и дальше, она сейчас реально пробуксовывает и находится на грани полного полоса. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До встречи в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова